В Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Как сообщает губернатор Гладков, это дело рук двух вертолетов украинской армии. Он что, не слушает заявления Минобороны, которая еще с самого первого дня уверяет, что уничтожили практически всю авиацию Украины? Да и к тому же, а куда смотрят наши ПВО? Или что, опять виновата кривизна земной поверхности? Вот и давайте с вами сегодня об этом поговорим. Приветствую, с вами канал новости сверхдержавы. Мы начинаем. Итак, очень странные события происходят сейчас. А именно давайте поговорим об атаке на нефтебазу в Белгороде. Значит, в пятницу рано утром начался пожар на нефтебазе, принадлежащей Роснефти. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. И тут просто масса несостыковок, которые никак не укладываются в голове. Во-первых, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова нужно привлечь к ответственности за распространение фейков, потому что еще 24 февраля и далее несколько раз представитель Минобороны Коношенков неоднократно уверял, что в Украине Минобороны уничтожило почти всю военную авиацию. Значит, слова губернатора противоречат заявлениям Минобороны и должны рассматриваться как фейки и попытка дискредитировать вооруженные силы. А это, между прочим, 15 лет. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Пятерочка ломится? Или десяточка? Далее зрителям зомбоящика постоянно рассказывают, какая сильная у нас армия. Наше оружие, лучшее в мире, не имеет никаких аналогов. И поэтому весь мир нас, разумеется, боится. Насколько сильна наша армия, мы сейчас видим на примере Украины. Что уже более месяца ничего она сделать не может. Даже отступает, ибо все говорили изначально, что время тут работает, как ни странно, именно на Украину. И мы еще увидим переломный момент, ибо тут мотивация играет значительную роль. Но нас сейчас интересует другой момент. А именно атака так называемых украинских вертолетов. Что же это получается? О какой армии мы с вами можем говорить, если украинские вертолеты способны просто так пересечь нашу границу, прилететь в российский город и просто расстрелять необходимые им объекты. После чего точно так же спокойно взять и улететь в свою страну. Мы еще там НАТО после этого угрожаем. О какой защите мы с вами говорим? Где отставки? Министр обороны обвешанный медалями за перепись населения. К нему что, ни у кого нет никаких вопросов? Ну в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончены. Движемся дальше. Ибо вопросов я говорю тут ну очень и очень много. Удары были нанесены рано утром. В 6 утра по крайней мере об этом уже писал губернатор. Но согласитесь, если по нефтебазе был нанесен удар, после чего вертолеты спокойно улетели. Как? Ни в чем не бывало. Я не думаю, что губернатору, которому доложили точно так же неизвестно когда, и что вот он первым делом сразу же открыл телеграм и опубликовал данную новость. Но согласитесь, бред какой-то. Ориентировочно атака была в 5.30. Но вам не кажется странным, что есть ряд видео очевидцев, которые в 5 утра снимали как раз нефтебазу. Да вообще много четких кадров, где как раз нефтебаза в самом центре этой съемки. Поразительно. То есть наши системы ПВО просто ничего не видят. Летают спокойно там боевые вертолеты другой страны, но зато камеры наших граждан работают отлично в любое время. Но сразу видно, что наше оружие не имеет аналогов и лучшие в мире. Хотя вот фраза «бомбить Воронеж» заиграла новыми красками. О какой безопасности мы с вами говорим? Или что, нам опять расскажут, что всему виной кривизна земной поверхности? Почему мы не сбили эти ракеты? Просто в силу кривизны земной поверхности мы никак не можем достать крылатые ракеты на таком расстоянии. Так же, как вы уже поняли, наверняка не имеющего мировых аналогов. Ведь признаете, за подобное в любой стране министр обороны сразу же ушел бы в отставку. Ведь атаки могли быть подвергнуты и жилые здания, да вообще что угодно. Особенно в боевых условиях. Или что, министр обороны просто не знает, что идут сражения в это самое время? Или это, как знаете, снег зимой для наших чиновников? Мол, кто бы мог подумать, что так случится? Неудивительно, что многие не доверяют высказываниям наших чиновников. Ибо ладно там раньше, мол, Украина обстреляла ракетой. Кстати, были же как раз у нас подобные прецеденты. Якобы. И что предприняло Минобороны? Ну, судя по всему, вообще ничего. И даже отключило всю систему ПВО. Но это же бред какой-то. Также от обстрела в Белгороде пострадало предприятие Тех Сапфир. Об этом сообщили РИА Новости в самой компании. Так, например, 20 марта президент Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнесету, обвинен Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области. Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества. Именно киевский режим, нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях. Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины, Умани, доказательства использования режимов Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги. Ты сам понял, что сказал? Заявление Минобороны это какой-то стендап. Ну вы сами подумайте, нацистский режим, который силой захватил власть в Украине, он выбрал себе на честных выборах на минуточку еврея. Да. И вот теперь этот самый нацистский режим использует синагогу для своей базы. Нацисты, которые дружат с евреями. Ну Геббельс, конечно, бы сейчас был сильно удивлен, мягко сказано, что он сам до этого не додумался. Я лично уже ничему не верю. И вольется такой поток бреда, что переварить его просто невозможно. Но бред это одно. А вот обстрел вертолетами российский город, это же не какие-то там дроны, которые сложно заметить. Это два вертолета, которые прилетели, постреляли и улетели. И после этого еще Минобороны может говорить о каких-то успехах. Границы на замке. Спи спокойно, страна. С такими защитниками и неудивительно, что чекист у нас из бункера не вылазит. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok